Глава 52. Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежде величия твоего, Иерусалим, город святый, его уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим. Многое тогда радовались вследствие такого обетования. Почему же они желали обитать в земле неприятельской, когда они прежде вышли из своей страны? Чтобы они не были неверующими, пророк и говорит, отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, снимет свепи с шеи твоей пленная дочь Сиона, как вдова, посыпающаяся пеплом. Ибо так говорит Господь, за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. Что значит это выражение «за ничто»? Не напрасно и не тщетно. Но как мы сказали выше, где залог ваш, за который я продал вас? Получил ли я благо? Принужден ли я вознаграждать как должник? Если я вас предал без серебра, то тем более я возвращу вас без серебра. Ибо так говорит Господь Бог. Народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь что у меня здесь, говорит Господь? Народ взят даром. Он вспоминает прошедшее, именно то, каким образом он их освободил. Он часто указывает на плен, как бы на обвинение. Почему же? Чтобы показать, что они сами были причиной плена. Так как ни первый, ни второй плен не мог исправить их, то поэтому пророк и говорит, что взят был даром, властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя мое бесславится. Не потому, что они были бессильны, но потому, что пошли даром. То есть в то время, когда их Господь был всемогущ. Так как они обвиняли его в том, что он не пришел к ним на помощь, то пророк и прибавляет, что постоянно, всякий день, имя мое бесславится ради вас. Они сами были виновниками переселения в Египет и пленения между астериянами и вавилонянами. По своей вине они были взяты неприятелями, которые овладели ими легко. Он им приписывает вину. Ради вас, говорит, хулят Бога те, которые говорят, что я слаб и бессилен и жесток и немилосерд. Ради вас хулиться имя мое в народах, когда я вас охраняю и когда даже вас наказываю. Когда я являюсь охранителем, то говорят, что это за народ такой, ради которого мы все умираем. Когда же я вас подвергаю наказанием, то говорят, разве он не мог спасти их. Поэтому, говорит, народ мой узнает имя мое. Поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал, вот я. Почему же говорит поэтому? Потому что имя мое хулиться в народах. То же говорит и Павел, показывая их ежедневные беззакония, от которых они никогда не отступали. Христос, говоривший через пророков, потом показал себя во плоти и говорил с нами, вот я. Потому так же прибавляется. Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. По справедливости здесь усматриваются ноги, попирающие змей и скорпионов. Прекрасны эти ноги. Они превосходят по красоте лучи солнечные. Они приносят нам весьма многие блага. Что может сравниться с миром? Что может быть приятнее примирения с Богом, с самим собою и с своими ближними? Смотри, как велась трояка и различная борьба. Мы боролись с Богом, с самими собой, а также с другими. Бог же прекращает эту борьбу, нисходя свыше и говоря, мир вам. Не мы ли сами просили обетования мира? Он сам пришел, чтобы мы примирились с Ним, убеждал нас и дал такие блага, каких никто не мог знать или измыслить. Ибо слышно, говорит, сотворил спасение твое. Я, говорит, покажу всем. Скажите Сиону, воцарился в тебе Бог. Итак, отступите, говорит, голос сторожей твоих. Они возвысили голос и все вместе ликуют. Ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе разваленные Иерусалима. Ибо утешил Господь народ свой. Искупил Иерусалим. Павел, говоря о своих временах, как на свидетельство указывает на этого пророка. Какое основание для жизни люди того времени считали более превосходным, чем жизнь вавилонян? Справедливо же пророк убеждает их, так как многие были в нерешимости относительно того, оставаться им в Вавилоне или нет. И побуждает их к исходу, указывая вместе с тем и причину. Выйдите и к нечистоте не прикасайтесь. К мерзостям. Смотри на извращенность. Когда они вышли из Египта, то желали вернуться туда. Когда их призывали выходить из Вавилона, то они были нерешительны и скорбны. Такое возвращение они переносили с болезненным настроением, так что не желали уходить даже и после обещания стольких благ. Пророк помышляет о чем-то новом, когда говорит, выйди из среды его и не прикасайся к нечистому. Выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни. Если вам недостаточно только выйти, то по крайней мере подумайте о следующем. Вам, которые были служителями священных сосудов, совершенно неприлично обитать между нечистыми. Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израиля будет стражем позади вас. Так что вы не выдумываете причины, что вы будете подвергаться бедствиям, подобно тому времени, когда вы вышли из Египта. Не так, но напротив, с великим почетом, без замешательства и в спокойствии вы выйдете, потому что с вами пребывает сам Господь. Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько было безображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Не будем спрашивать о порядке, потому что таков обычай пророков, которые, когда говорят о чем-либо, то обращаются и к другим предметам. Таким образом, и здесь, сказавши о плении, о возвращении, пророк обращает речь к новому предмету, к отроку. О ком думает Иудей сказано это? О Зарвавеле, о Данииле или о народе? Мы, напротив, говорим, что это утверждается о Христе. Пусть не указывает нам на порядок. Из многих мест пророка мы можем показать, что порядок не сохраняется, и разные предметы связываются вместе. Теперь же мы сопоставим со Христом одного из тех, к которому думает относить сказанное, и посмотрим, кому из них все это более применимо, того мы и возьмем. Вы же будьте судьями по данному вопросу. Что значит уразуметь, то есть постичь? Уразуметь Писание. Таково, мне кажется, значение данного слова. Я утверждаю, что пророк сказал это, во всяком случае, о Христе, чтобы показать, что все совершалось по его желанию, так как Христос говорит желанием большим, сильно хотел я есть с вами эту Пасху. Хотя это было тяжело, однако мы было желаемых ради того, чтобы должно совершиться, чтобы показать, что он добровольно и по любви, а не по необходимости или против воли зашел на крест. И что этот был для него желательным и весьма приятным. Христос говорит, нет больше той любви, как если кто души свои положит за друзей своих. Иоанн 15, 13. Видишь ли, как он открывает свое желание, по которому он желал креста, которое называет даже славою. Иоанн 12, 28, 32. И вознесется и прославится. Проще же переводчики говорят, и подымется. Не со всеми поднятыми, то есть распятыми, пребывает слава, но напротив, им принадлежит презрение. Своё возношение он отделяет от прочих, говоря, когда вознесете сына человеческого, тогда узнаете, что это я. Потом, когда буду вознесен, тогда всех привлеку к себе. То, что для остальных было причиной проклятия, разрешало все проклятия. И вознесется. Это указывает великое возношение, потом говорит прославится. Итак, кто вознесся и кто прославился, когда был вознесен? Кому желает Иудей применить все эти слова? К Зарававелию или к Даниилу, или к народу, или к Богу, которого почитает весь мир? Ужаснутся о тебе многие. Кто удивлялся Зарававелию или народу? Хотя многие удивлялись Даниилу, но вид его, который всегда считали прекрасным, не был бесславным. Во Христе же совершились оба эти чудо, потому что одни удивлялись ему, а другие имели к нему презрение. Справедливо также говорится, вид твой, потому что ради него, то есть вида, они пренебрегали и говоря, не плотников ли это сын? Не называется ли и мать его среди нас Мария? То, что они удивлялись ему, ясно и из следующих слов. Не было никогда такого в Израиле. А потом, воистину, он есть Божий Сын. Для того, чтобы все это не считалось за невероятное нами, имеющими впоследствии говорить об этом, пророк наперед сказал об этом, обезображен, говорит. Его считали имеющим демонов, неистовым, считали соблазнителем народа. Однако он никогда не показывал на лица своего страшным. Справедливо также сказано, и обезображен от человека вид его, так как Богом он не был презрен, но был прославлен. Свидетельствует об этом голос с неба, сей сын мой возлюбленный, его слушайте. Не был презрен Богом тот, кто все знает ясно. Не был презрен и людьми, и почитателями благочестия, но презрен теми, которые были только людьми, людьми, живущими не религиозной жизнью. Таковые в его бесславном лице встретили преткновение, в бесславном, говорю, по человечеству, но не по божеству. Вид Христа не был безобразным более, чем вид всех людей. Но слава его божества не настолько являлась в его виде, насколько он, вид его, был прекрасен по человечеству. Какое большее бесславие, как Богу показывать себя человеком, владыке облекать себя в образ раба. То и другое не исполнилось на Данииле, потому что все ему удивлялись, никто его не пренебрегал. Смотри теперь сперва на чудеса, потом на бесславие. Справедливо, говорит пророк, вид его, потому что вид креста был бесславен и позорен. Когда видишь его подверженным оплеванию, изрушению, связанным в узах, терпящим бесславие креста и презренным, то и тогда обращая внимание сперва на чудеса, а потом на бесславие. Самые творения познали распятого Господа, так как они подвиглись и пришли в смущение. Теперь же уразумей его могущество. Если он, бывший в таком бесславии, привел в такое замешательство твари, то тем более это совершится тогда, когда он придет в величии своем, со славой отца и с ангелами. Стих 15. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Все читают здесь те же слова, заградят царя уста свои. Пророк говорит не только о бесславии, но также и о том, что будет после бесславия. И удивятся язычники многие о нем. Эти слова нуждаются в истолковании. И заградят, говорит, царя уста свои. То есть они удивятся, придут в изумление, будут держать уста вытянутыми. Кто из неверных не будет объят удивлением? Прославление не препятствует. Потому после бесславия и презрения являются чудеса, чтобы обнаружилась сила креста, когда это совершилось в народе иудейском. Но ко Христу все это применимо, как тогда, так и теперь. Где те пророки, которые возвещают о нем, в народе иудейском, так, чтобы все впоследствии уверовали? Слова же о том, что увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали, означают то же, что говорит и Павел. Перед очами у вас Христос был предначертом, как бы у вас распятый. Галатам 3.1. Велика сила распятого. Но великое обвинение иудеев. Если вы разумеете те, которые никогда не слышали пророков, говоривших о Христе, то что должно отвечать тем, перед которыми совершилось столько чудес, каковы даже и без пророчеств могли привлечь созерцавших? Они слышали слова пророков, глазами своими видели Его, то есть Христа, и Его чудеса, и однако не уверовали. Напротив, те, хотя не видели Христа и не слышали слов пророков, уверовали. Это удивительно. Это великое дело. Уже ли все это ложно? Никак. Но из самого происшествия мы научаемся тому, что не ложно то, что предсказано было прежде многого времени. И удивятся, и узнают то, чего не слыхали. Разумеют то же самое, что и веровать. Почему же они не уверовали? Потому что они впали в гордость. Гордость есть начало всех зол. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!